Всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной уже сформировались хорошо упорядоченные и удивительно яркие галактики. Учным теперь предстоит разобраться, как это могло произойти. Всего через несколько дней после начала научной деятельности космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба, Джаст, открыл астрономам великое разнообразие ранних галактик. До этого они скрывались за пределами досягаемости любых телескопов. И в очередной раз Вселенная удивила учных, эти ранние галактики оказались очень необычными во многих отношениях. Всего за четыре дня анализа исследователи обнаружили две исключительно яркие галактики. Древнейшие галактики запутались в паутине, черной дыры читайте, также они уже существовали, примерно через 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва. Более далкая галактика под названием Глаз Z12, скорее всего, существует до сих пор. Предыдущим рекордсменом по удалности от Земли была галактика Ген Z11, существовавшая через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Основываясь на предварительных расчетах, исследователи полагали, что им нужно будет изучить гораздо больше обмкосмоса, чтобы найти подобные галактики. Поэтому новая исключительно яркая находка вызвала у астрономов искреннее удивление. От этих наблюдений просто взрывается голова. Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, где вдруг вы находите затерянный город или что-то, а ЧМ раньше не знали. Это просто ошеломляет, делится Пауло Сантини, соавтор исследования из Римской астрономической обсерватории. Получается, эти галактики должны были начать формироваться всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Никто не ожидал, что тмные века нашей Вселенной закончатся так рано. Эти первобытные галактики сильно отличаются от Млечного пути или других крупных галактик, которые сегодня окружают нас. Первые снимки Уэбба уже поразили астрономов. Что же будет дальше? Читайте также настоящую загадку для астрономов, представляет чрезвычайная яркость этих ранних объектов. Это свойство бросает вызов существующим представлениям о формировании галактик. То есть их существование означает, что астрофизики не знают чего-то важного о том, что происходило в первые моменты жизни Вселенной. Одно из предположений учных состоит в том, что эти галактики могли быть очень массивными и обладать большим количеством маломассивных звезд, то есть похожими на более поздние галактики. С другой стороны, они могут быть гораздо менее массивными и состоять из гораздо меньшего количества необычайно ярких звезд, известных как звзды населения Ай-Ай-Ай. Согласно существующей теории, такие звзды появились во Вселенной первыми. Они были очень горячими и состояли только из первичных водорода и гелия. Более тяжлые элементы появились лишь позднее, когда звзды раскалились достаточно, чтобы запустились более сложные процессы ядерного синтеза. В нашей локальной Вселенной мы не видим таких чрезвычайно горячих первичных звезд. Есть ли в самых ранних галактиках звзды населения Ай-Ай-Ай, покажут будущие спектры Уэба. Их соберут позднее. Текущие оценки расстояния до двух галактик, описываемых в новом исследовании, основаны на измерении их инфракрасного излучения. В дальнейшем астрономы проведут независимую проверку этих измерений. Новые данные дадут более точное представление о том, как свет растянулся в расширяющейся Вселенной, что позволит сделать более точные выводы об устройстве этих звзных систем. Кстати, есть у этого открытия и другое важное последствие. По словам авторов работы, такая яркость галактик облегчит Уэбу поиск других ранних галактик в дальнейших исследованиях глубокого космоса. Работы с описанием этих открытий были опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Ранее мы писали о том, что в одной из древнейших галактик учные подтвердили присутствие кислорода. Больше новостей из мира науки вы найдете в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим». Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Одноклассники, Дзен и Телеграм.